В настоящий момент моратории на проверки в 2023 году являются актуальными для малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес это, конечно же, не затрагивает, но для малого и среднего является очень актуальным. Почему? Потому что, в первую очередь, этот вопрос касается внеплановых проверок и плановых проверок. Если говорить о плановых проверках, они в большинстве случаев отменены. Если мы говорим о внеплановых проверках, то эти проверки все равно будут проводиться. По каким основаниям? Первое, это представители государственных органов выходят в отношении проверяемых лиц с представлениями. И эти представления не исполняются. Тогда, соответственно, проводится проверка и люди наказываются. То есть, я имею в виду, конечно же, бизнес наказывается. Второй момент, это надзорные органы, органы прокуратуры выходят, соответственно, с проверками на основании информации, которая к ним поступила. И, опять же, проводятся внеплановые проверки. И третий момент, это момент связанный с нарушениями, которые поступили в сами проверяющие органы от лиц, которые заинтересованы в разрешении этих споров. Ну, скажем, если мы говорим о Роспотребнадзоре, то не менее 10 обращений необходимо в отношении индивидуального предпринимателя или, например, самозанятого, для того, чтобы в отношении него была проведена проверка. Ну, опять же, это же касается и налоговых органов, скажем, о выездных и камеральных проверках. Я думаю, что все слышали, но в данный момент времени данное направление, мягко говоря, проводится достаточно мягко для бизнеса. Бизнес сейчас занят совсем другим, бизнес занят сохранением своих доходов. И вопросы, связанные с единомалоговым счетом, сейчас его заботят гораздо больше, чем проверки, потому как к нему есть достаточно много вопросов по реализации.